МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Меры социальной поддержки ветеранов обсудили депутаты на очередном межведомственном заседании рабочей группы. Администрация города Сарова утвердила порядок предоставления субсидий самозанятым гражданам. В начале учебного года для студентов с РФТИ открыло двери новое общежитие в микрорайоне номер 22. Как живут будущие ученые? Далее расскажем обо всем подробно. Поддержка семей с детьми, рост пенсии и доходов граждан. Накануне президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Главной темой обсуждения стал бюджет страны на три года. Нужно в полной мере реализовать потенциал федерального бюджета на ближайшую трехлетку, как бюджета развития. Именно как бюджета развития, как мощного инструмента для достижения национальных целей в области экономики, в целом инфраструктуры, экологии, социальной сферы, повышения доходов граждан. В текущем году мы существенно увеличили бюджетные расходы на эти цели. И в ближайшие годы они также будут расти. На совещании Владимир Путин поставил задачу сформировать целостную систему поддержки семей с детьми, чтобы будущая мама могла получать выплаты и пособия, начиная с беременности и до окончания ребенком школы. В этом году предложил несколько новых мер на этот счет, включая пособия нуждающимся беременным женщинам, оплату больничного по уходу за ребенком до 8 лет в размере среднего заработка, а также пособия на ребенка от 8 до 17 лет, которого воспитывает единственный родитель. Либо если семья с низкими доходами имеет право на алименты по решению суда. Отдельно президент коснулся вопроса повышения довольствия сотрудников правоохранительных органов. По его словам, в ближайшие два года общая сумма их денежного содержания будет расти на 9% в год. В 2023 году всем военностужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на 5% дополнительно. Также Владимир Путин призвал ускорить расселение аварийного жилья. В планах запустить новую программу, в которую войдут дома, которые признали аварийными на январь 2021 года. Около 11 тысяч ветеранов Сарова, чей доход выше 24 662 рублей, уже больше трех лет не получает ряд льгот. Это ежемесячная денежная выплата в размере 627 рублей и ежемесячная денежная компенсация 50% плата за жилое помещение в пределах социальной нормы. Выплаты отменили после внесения поправок в закон Ежегородской области о мерах социальной поддержки ветеранов в 2017 году. Сейчас создана комиссия, сейчас городская администрация и дома. Сейчас мы работаем над этим вопросом. Что получится, видите, мы уже провели ряд заседаний, вырабатываем стратегию поведения. Я думаю, что результат в любом случае какой-то будет. Надеемся, что он будет положительный. Особо остро эта проблема коснулась ветеранов атомной промышленности. Вопрос пытались решить еще в 2018 году, направив обращение в область, но получили отказ. Однако отступать никто не намерен. На заседании межведомственной рабочей группы народные избранники вновь встретились, чтобы обсудить стратегию дальнейших действий по возвращению социальных льгот. Мы выступили с инициативой, с нашим предложением, как для саровских пенсионеров увеличить это количество пенсионеров, которые могут получать эти льготы. Объясняем мы это тем, что мы функционируем наш город в режиме безопасного функционирования. Конкретные предложения по решению этого вопроса, согласованные с правительством области, депутаты планируют выработать за полгода. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Усовершенствовать систему оплаты труда учителей, проанализировать объем учебной и внеучебной нагрузки школьников, сократить число контрольных и проверочных работ, утвердить требования в части инклюзивного образования. Эти и другие поручения дал Владимир Путин по итогам заседания президиума госсовета. Главное – дать нашим детям фундаментальные знания по ключевым предметам и научить применять их в жизни. Создавать условия для раскрытия их способностей, чтобы они как можно раньше определились с будущей профессией. Помочь тем детям, которые по разным причинам испытывают трудности с обучением. Это могут быть проблемы психологического характера, большой учебной нагрузки, сложные жизненные ситуации в семье. Я отмечу, что на сегодняшний день дифференциация качества образования в нашей стране остается слишком высокой, очень высокой, особенно на ступени основного общего образования. Это классы с пятого по девятый. В перечне, опубликованном на сайте Кремля, говорится и об изменениях в сфере дистанционного обучения. С января 2023 года для дистанта должны будут применять только государственные ресурсы. Помимо этого, президент поручил рассмотреть вопрос о госрегулировании оборота информационной продукции для детей в интернете. Также в перечне поставленных задач обновить систему преподавания истории на уровне общего образования и поддержка школьного туризма. Кроме того, Владимир Путин поручил включить в программу по капитальному ремонту школ на предстоящие пять лет оснащение их мебелью и оборудованием, разработать предложения по сокращению сроков строительства и реконструкции образовательных учреждений. Выступая в августе на заседании Президиума Госсовета, президент России обратил внимание на то, что многих педагогов задевает термин «образовательная услуга» и поручил исключить из законодательства это понятие. Давайте подумаем о том, чтобы проработать вопрос корректировки законодательства, чтобы это слово никак не было связано с высоким званием учителя и использовалось бы только в бюджетно-финансовых документах. Отдельная тема в опубликованном перечне – широкая информационная поддержка конкурсов профессионального мастерства педагогов. Владимир Путин предложил создать телевизионное шоу «Учитель года» и предусмотреть его финансирование. 20 лет на базе Сарфатии работает кафедра теологии. В честь этой даты в рамках 17-х Саровских чтений «Православное лето 2021» прошла Всероссийская конференция «Год науки и технологий. Секулярный мир и религиозность». Где были различные приглашены, они участвовали в онлайн-конференции. Помимо этого, также разделились на две секции, которые были в точном формате уже малым русским кругом людей. Это наша секция наука и религия. И вторая секция, которая была, это молодежь и церковь. Секция «Диалог науки и религии» прошла в стенах духовно-научного центра Саровского монастыря. Возглавил секцию настоятель обители Игумен Никон. За круглым столом студенты физико-технического института и представитель духовенства поговорили о том, как соотносятся такие понятия, как религия и наука. Есть ли у них точки пересечения. Также собеседники обсудили и важные философские вопросы. Я для себя нашел много новых вопросов, на, казалось бы, какие-то простые для себя понятия. И даже самое простое взять то, что мы живем в таком сложном и разнообразном мире, но на самом деле в нем все связано. Такие вещи, как наука и религия. Тема круглого стола не оставила студентов равнодушными. Учащиеся дискутировали, обсуждали и задавали Игумену все интересующие вопросы. На живых и понятных примерах председатель секции объяснял, как связаны научные и религиозные знания. Причем ребят привлекла эту, наверное, тему больше, то, что все-таки они получают их образование, связанное с наукой. И у многих до сих пор на есть впечатление, что наука и религия – это все-таки немного разные стороны, да, расходятся понятия. Но, тем не менее, сегодня у нас на секции дали, наверное, понять, что наука и религия – это они, наверное, не то чтобы разные, они, наверное, дополняют друг друга. В конференции «Год науки и технологий, секулярный мир и религиозность» приняли участие как саровчане, так и представители из Лондона и Кембриджа. Статус самозанятого сейчас могут получить жители 23 регионов России, в том числе и Нижегородской области. Согласно закону, самозанятый – это человек, который платит специальный налог на профессиональный доход. При этом статус самозанятого вы можете получить только в том случае, если у вас нет наемных работников, а уровень дохода не превышает 2 миллионов 400 тысяч в год. Самозанятый – это тот, кто что-то делает своими руками, не сдаёт в аренду какое-то имущество, за исключением личного, ведь сдача в наем собственного жилого помещения – тоже один из видов деятельности самозанятых. Ну, тот, кто что-то производит своими руками, тот, кто оказывает услуги своими руками, выполняет какие-то работы. В этом году городская администрация определила порядок предоставления субсидий для самозанятых граждан. Субсидии компенсируют до 50% затрат на покупку оборудования, мебели, техники и инвентаря, а также на оплату образования. Для того, чтобы получить субсидию, необходимо выполнить ряд требований. Он должен быть зарегистрирован в качестве самозанятого не менее 6 месяцев. Расходы, которые самозанятый понёс, он должен понести в период своей деятельности, естественно. И общее такое требование, которое у нас во всех субсидиях применяется, не должно быть задолженности. Конкурс на получение субсидий начинается с 3 октября и продлится в течение месяца. За подробной информацией обращайтесь в Центр поддержки предпринимательства по телефону 992-63. Мероприятия, посвященные Дню работника атомной промышленности, состоялись в Сарове. На торжественной церемонии в Музее ядерного оружия сотрудникам ядерного центра вручили ведомственные награды, а также награды Нижегородской области и РФИАЦ в НИЭФ. Сегодня в этом зале собрались те люди, которые отмечены различного рода наградами. Я хочу вас сердечно благодарить за ваш труд, за вашу настойчивость, за вашу твердую поступательную решимость достижения поставленных задач, потому что именно вы на сегодняшний день лицо Российского федерального ядерного центра. На праздничном вечере в Центре культуры и досуга сотрудников и ветеранов ядерного центра поздравили председатель Городской думы Антон Ульянов, председатель Совета ветеранов РФИАЦ в НИЭФ Василий Чернышов, заместитель председателя СМУИС Дмитрий Рудаков и глава города Алексей Сафонов. Дело, которое вы выбрали в своей жизни, сложное, но интересное. Атомная отрасль важна не только для нашего города, она важна для всей страны. Это развитие науки, развитие медицины, развитие, по большому счету, это будущее человечества, дорогие ветераны, действующие сотрудники, будущие сотрудники. Огромное спасибо вам за ваш труд и поздравляю вас с вашим, с нашим праздником. Завершился праздник концертом с участием артистов из Москвы. Завела меня тропинка. Наконец-то на улице стало хоть немного распогаживаться и солнце выглянулось за туч. А это значит, что сейчас многие отправятся на поиски подберезовиков, подосиновиков, лисичек и так далее. Но главное быть осторожным и, набрав таки полное лукошко, найти дорогу домой. О своей безопасности нужно позаботиться еще до того, как вы решите отправиться за грибами. Важна правильная экипировка. Рекомендуют надеть что-то яркое, ветровку, либо жилет. Также в одежде приветствуются светоотражающие элементы. С собой важно взять небольшой перекус и воду. В походном рюкзаке или сумке лишними не будут спички и нож. Лучше бы освоить какую-то программу навигации, то есть какой-то навигатор. Для чего? Зашли в лес, включили себе либо трек, либо что-то еще, положили телефон в карман и пошли спокойно. Находились, нагулялись, телефон достали, посмотрели в какую сторону, сориентировались, спокойно вышли. Но не все, да, бабушки, дедушки, навигаторы у нас устанавливать себе не будут и освоить их они не смогут. Важно предупредить кого-то из знакомых, куда и на какое время вы отправляетесь. Если вы поняли, что все-таки заблудились, очень важно успокоить себя, не паниковать и оставаться на месте. Нужно проверить сотовую связь, и если она ловит, то позвонить родственникам и по номеру 112, набраться терпения и ждать помощи. Работа на месте начинается со сбора информации в основном. То есть если это грибники и ягодники, то есть опрос либо местных жителей, либо родственников, куда человек любит ходить, то есть где его места. Проверяем эти места. Также работа начинается с проверки линейных ориентиров. То есть это лесные дороги, тропинки, просчики, линии электропередач. Эти ориентиры служат маяком и для потерявшегося человека, поскольку рано или поздно выведут к населенным пунктам. Поисковые группы отправляют на эти ориентиры, и они зовут человека по имени Громко и Четко. Мужчин зовут женскими голосами, а женщин мужскими. Для того, чтобы не спутать отклик заблудившегося с другой группой, что ведет поиск неподалеку. Хочется сначала начать с развеяния такого мифа, который у людей из головы никак не выйдет. Если человек пропал, будь то грибник, лесник, либо просто в городе что-то, что бы ни случилось. Человек пропал, человека нет. Не надо ждать трех дней. Как это вот сидит это в головах у людей упор, но трех дней ждать не надо. Если человек не вышел на связь 20 минут, 30 минут от установленного договоренного времени, можно идти писать заявление в полицию. И его обязаны принять, и его примут. Также очень важно прибывшим спасателям дать как можно больше информации о возможном местонахождении пострадавшего. Точная информация может спасти ему жизнь. И наш молодежный конкурс «ВНИЕФ. ВНИЕФ. Территория достижений» объявляю открытым. Зал провожает команды бурными аплодисментами. Начинается первый этап конкурса «Визитка», тема которой мы достигли ради мира. Задача каждой команды в произвольном жанре рассказать о достижениях, истории и лучших людях своего подразделения. С экскурсию по нашему замечательному заводу перед вашей производственной практикой. Поэтому давайте-ка ходим за мной, все запоминаем, я буду проверять. Яркие костюмы, искрометные шутки, пародии и даже путешествия во времени. Команды городообразующего предприятия соревновались в креативности и актерском мастерстве. Среди опытных участников нашлись и те, кто решился проверить силы в этом конкурсе впервые. Я участвую впервые, есть более опытные ребята, которые нам рассказывают, как это было раньше, может быть, где-то что-то корректируют. И поэтому я думаю, что у нас как раз такой симбиоз опытных людей и тех, кто только начинает свой путь во мне. Поэтому такая энергия молодости, которая подкреплена опытом. Команда управления «Ядреный», «Лесник», «Классная зона», «Авангард», «Заводила» и «Смузи». За победу в конкурсе боролось семь команд. Следующий этап был музыкальным. Его тема – «Внеев территория достижений». Регламент обоих испытаний до пяти минут. Общая тематика выступлений посвящена 75-летию городообразующего предприятия и достижениям подразделений. Конкурс проводят ежегодно, и для профсоюза он уже успел стать доброй традицией. Меняется сама территория мероприятия. То есть в юбилей профсоюзной организации к 70-летию была территория солидарности. Когда мы хотели сдружить ребят из разных регионов, мы проводили территорию дружбы. И была также территория успеха, территория красоты. По итогам выступления каждая команда получила награду в отдельной номинации. Гран-при конкурса взяли за водилы. Новое общежитие студенты Саровского физико-технического института ждали давно. В здании на улице Маяковского мест не хватало. Поэтому многим ребятам приходилось искать приюты в городских комнатах и квартирах. В этом году заветная мечта исполнилась. С 1 сентября началось заселение в новое общежитие. Сейчас там живут 302 человека. Еще не все потянулись. Вот так ожидаем еще. Еще городские ребята просились у нас тут тоже пожить. Городские ребята у нас на Маяковского живут. Студенты с техникума живут на Маяковского. Некоторые пожелали остаться там. Это были бакалавры и магистранты. Общежитие рассчитано на 330 мест. Также 5 квартир выделено для преподавателей и их семей. В новом общежитии у студентов есть все необходимое для комфортной жизни. Стиральная машина и холодильник, балкон, прачечная, комната отдыха и даже тренажерный зал. У каждого студента есть свое рабочее пространство. Есть свой стол, есть отдельные полки для книг. Во время моего студенчества мы о таком могли только мечтать. Также новое общежитие оснастили комнатой для маломобильных групп населения, инвалидов и людей с ОВЗ. В ней есть все необходимое для того, чтобы таким студентам здесь было удобно жить. Вообще очень комфортно, очень просторно. Комнаты очень большие. Если там у нас на Маяковске было по 6 квадратных метров на человека, то здесь по 8 и более. То есть очень просторно. Большие комнаты для занятий, широкие коридоры. Не обошли вниманием и парковочные места. Для студентов есть крытая парковка для автомобилей и велосипедов. Самое важное это то, что за все эти условия цена за общежитие не стала выше. Когда летом перед приемом сентября нам прислали фотографию, я знаю, мои родители были просто в шоке. Потому что такие удобства. И главное, по минимальной стоимости. Во-первых, то, что просторность общежития. Очень просторное общежитие. Нахождение кухни, что очень удобно. Светлые тона очень. Все светло, так приятно находиться. Наличие балконов, что тоже немаловажно. Самое общежитие действительно очень интересное. В будущем руководство общежития планирует благоустроить прилегающую территорию здания. Единое пешеходное пространство, которое должно объединить мост на проспекте Музруково и Платину. Эту идею обсуждают давно. Недавно депутаты подняли ее на одном из заседаний думских комитетов. А как к объединению набережных относятся сыровчане, спросим у них. Очень интересный вариант. Люди будут ходить, отдыхать, гулять. Нам нравится. Район стал очень красивый, привлекательный. Я бы не против. Мне кажется, наверное, лучше будет. Хотя я в том районе не хожу, не знаю. Но думаю, что новое не делается. Все к лучшему, наверное. Нравится. А что именно нравится? Так красиво. И все хорошо. Все красивые идеи хорошие. Главное, что они до конца воплотились. Не знаю, даже не задумывался над этим вопросом. Выйти на пикник, подышать свежим воздухом. Не так, что везде, где машины одни ездят и где места нет чистого воздуха. А тут просто природа, везде можно подышать. Общая протяженность набережной составит более двух километров. Также на ней появятся места для отдыха. Мы провели опрос в соцсетях, в котором приняли участие более тысячи человек. 57% респондентов поддержали идею. Люди на улицах ответили, что им также нравится проект. Результаты опросов мы отправим в администрацию города. В теплой и дружественной обстановке прошел 10-летний юбилей городского музея народной игрушки. На день рождения пришли гости и друзья учреждения. Директор музея, заместитель директора Департамента культуры и искусства города, а также вокальное объединение «Звездопад» Дворца детского творчества. На торжественном вечере звучали песни, поздравления и теплые слова в адрес музея. Это мир игрушки. А он всегда волшебный, это всегда необычно, интересно, сказочно. И вот это место, оно для людей, наверное, может быть вот такой отдушенный в нашем сложном мире, где так много всего сложного, грустного, тревожного. Здесь и успокойствие, и радость. История музея началась 10 лет назад, когда нижегородские художники и коллекционеры Сергей и Наталья Квач захотели подарить свое собрание игрушек нашему городу. При поддержке администрации Сарова нашли необходимое помещение и сделали в нем ремонт. Тогда музею народной игрушки передали около ста экспонатов. Это была нижегородская игрушка, были деревянные, глиняные игрушки, небольшое количество игрушек российских промыслов и совсем немного игрушки разных стран. Вся эта коллекция разместилась в зале, но сейчас у нас уже она в основном находится, много находится в фонде, потому что коллекция значительно пополнилась. Также в день своего рождения музей открыл выставку «Азбука народной игрушки». На ней гости могут не только посмотреть на красочные экспонаты, но и поиграть в старинные русские забавы. Выставка продлится до декабря. Мероприятие без возрастных ограничений. Всем, кто хочет открыть для себя новые возможности, стать лидером или сделать жизнь города лучше – прямая дорога в статус. Здесь старшеклассники творят, узнают, создают. Впереди у ребят целый учебный год, чтобы придумать и реализовать новые интересные проекты. Статус – это организация, которая существует уже много лет, и я в нее ухожу уже третий год. Мы организовываем различные акции, мероприятия, и мне все это интересно, мне все это нравится. 22 ноября союзу старшеклассников исполнится 25 лет. За эти годы статус объединил на основе добровольности, равноправия и общности интересов многих городских активистов. Одна из создателей городской общественной организации Светланы Калипанова желала молодым людям хранить традиции союза и быть примером для подрастающих поколений. Вот эти 25 лет пролетел как один миг. И мне даже сложно назвать, у нас есть даже педагоги, которые участвовали в этой организации, активно участвовали. В статусе каждый может выбрать себе занятие по интересам. В этот раз ребятам предложили три площадки – военно-патриотическое воспитание, личностное развитие и школа-лидер. Снежана Тримасова выбрала «Личностное развитие», где она вместе с другими ребятами обсуждала идеи городских мероприятий. Мы уже придумали некоторые варианты игр для школ и также уже набросали некоторые варианты классных встреч. За основную идею взяли большую игру для старшеклассников. Это был наш первый разработанный проект за сегодня. В финале встречи участники утвердили мероприятие, посвященное 25-летию Союза. Тематику занятий в школе «Лидер» и новый состав координационного совета «Статуса» в качестве приоритетного направления выбрали военно-патриотическое. Для всех, кто любит читать. Молодежное читательское объединение любителей книг «Секрет Бук» возобновило работу в стенах детской библиотеки имени Пушкина. В клубе собираются ребята, которые неравнодушны к чтению. В «Секрет Бук» компании единомышленников за чашечкой чая можно поговорить о своих читательских предпочтениях, обсудить последнюю прочитанную книгу, подискутировать и обменяться мнениями. Цель этого объединения была очень простая – попытаться объединиться людям читающим, у которых еще остался интерес к бумажной книге, с целью обсуждать прочитанное, делиться какими-то мнениями, находить себе, подбирать книжки новые по интересам, ну и в том числе просто общение. «Секрет Бук» появился на свет в 2014 году. Инициаторами его создания стали учащиеся с РФТИ. За это время сменилось два поколения книжного клуба. Сегодня читательское объединение возобновило свою работу благодаря студентке Елене Агаповой. Я узнала о нем в прошлом году еще, но у меня было мало времени, а сейчас оно появилось и захотелось поучаствовать в нем. Я надеюсь, что мы будем обсуждать то, что прочитали, и либо читать что-то вместе одно и обсуждать. Либо каждый будет рассказывать о своих каких-то интересных книгах, о том, что он узнал нового, чтобы заинтересовать окружающих. На первой встрече книжного клуба участники знакомились, обсуждали свои читательские вкусы, разговаривали о писателях и их художественной манере, размышляли о возможных темах и форматах следующих заседаний. Я ожидаю их новых впечатлений, нового взгляда на литературу, что-то новое для себя. Мне нравится художественная литература, и больше всего я предпочитаю именно отечественную классику. Почему-то из любимых авторов у меня Достоевский, Федор Михайлович. Встречи читательского объединения любителей книг «Секрет Бук» будут проходить два раза в месяц по субботам. Следующее собрание клуба состоится 9 октября в 16 часов. Тема встречи – последняя прочитанная книга. Мероприятие для лиц старше 14 лет. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Душевные разговоры за чашечкой чая. Интересные игры и мастер-классы. Так проходят встречи клуба молодой семьи «Семья». Для родителей это возможность обсудить вопросы воспитания, школу и многое другое. А дети весело проводят время и заводят новых друзей. У нас проходят и развивающие занятия, и мастер-классы, и праздники мы проводим вместе. Много-много чего другого. Наверное, одна из основных целей клуба – это досуг. В рамках осенней недели добра в молодежном центре прошла первая встреча клуба в новом учебном году. Организаторы провели для ребят и родителей мастер-класс, на котором показали, как сделать игрушку из подручных материалов. За чаем хотим обсудить дальнейшие наши планы на весь учебный год. Ну и, конечно, куда же без мастер-класса. Сегодня дети вместе с родителями будут делать замечательные такие подвижные поделки, для того, чтобы настроение у всех было веселое, радостное, замечательных клоунов. Встреча клуба молодой семьи проходит еженедельно в пятницу в 17.30 в молодежном центре. Дополнительную информацию можно узнать в группе ВКонтакте «Клуб молодой семьи «Семья Саров»» или по телефону 99-118. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета. Сегодня интернет стал неотъемлемой частью жизни многих россиян. По данным последних лет исследований Российской ассоциации электронных коммуникаций, число жителей страны, пользующихся интернетом, составляет порядка 90 миллионов. И с каждым годом это количество увеличивается. Мы спросили у саровчан, представляют ли они свою жизнь без интернета. В наше время все сидят в интернете 24 на 7. Во-первых, там работа, во-вторых, много полезной информации. Ну и вообще сейчас без интернета, мне кажется, вообще не обойтись. У меня интернета нет. Так что по идее с интернетом, конечно, интересен. Там все знают, что есть. А без интернета, конечно, плоховато. Да. Я представляю жизнь с книгами и со справочниками книжными. Зависит полезность интернета от интеллекта конкретного пользователя. То есть если человек умный и с головой дружит, то ему будет во благо. А если его пороки его развращают, ну, например, там... Я трачу много времени, там, в Ютуб залипая, да? Ну, это как бы моя вина. Это не интернет плохой. Нет. Почему? По очевидным причинам информации там много. Пожалуй, все. Это очень удобно. Ну, сейчас в рейтинг жизни-то поменялся. То есть, билеты, например, на самолет, на поезд, на стенице. Это все через интернет делается. Это удобно. Просто удобно. Большинство прошлых, вне зависимости от возраста, ответили, что не представляют свою жизнь без всемирной паутины. И считают, что в интернете много полезной и интересной информации. Спортивный азарт и юношеская энергия дали взрывной результат. Ни один период не обошелся без удалений. Каждая команда старалась найти слабое место противника и реализовать как можно больше голевых моментов. Наши соперники сегодня Рубин-Кузнецк. Довольно-таки неплохая команда, но выигрывать можно, только тактически. Потому что если начнем их душить, то они потеряются и начнут волноваться. В первом периоде соровчане не смогли сдержать напор соперников и пропустили в свои ворота три шайбы. В перерыве ребята вместе с тренером обсудили ошибки и проработали тактику на второй игровой отрезок. По совету тренера, ребята укрепили защиту и усилили нападение, благодаря чему забили два гола в ворота Рубина. Более увереннее себя стали чувствовать. Самые основные ошибки – то, что не удерживаем игроков, медленно бегаем и в основном не понимаем друг друга. Игроки Рубина также задаваться не собирались. Пропустив две шайбы во втором периоде, кузнечане сменили тактику, усилив зону защиты. Ребята старались не просто победить, но создать максимальное преимущество по очкам. Надо выгрызать это время, больше забивать, реализовать свои моменты. Просто нужно играть в свое удовольствие, любить хоккей, играть по игре. В третьем периоде рубиновцы забили в ворота нашей команды еще три шайбы. Саровщане не смогли сократить отставание. Команда Рубин победила со счетом 7-2.